Баскет Око Вместе с нами сегодня будут обсуждать то, что происходило в прошедшие две недели. Какой матч у тебя, Андрей? Запомнился больше всего? Освел. Открытие арены LDLC. Крупнейшее за последние, там, чуть ли не десятилетия. Если не считать то, что непосредственно приходят во Франции у Парижа, то все остальное на периферии. Вот молодцы, открыли. 12 тысяч это, если считать, баскетбольные. 16, если концерты. Все было здорово, потрясающий матч. То есть, два овертайма. Концовка. Меня расстроило. Проиграли в итоге. Проиграли в итоге. Счет был 100-100. Последние секунды, прям, по-моему, 2,1 там оставалось. И это все. Ну и третий овертайм был бы здорово. Пусть бы сами выясняли бы отношения друг с другом. Фолл, который для меня был скорее все-таки в нападении. Они так как-то, судьи, решили, что все-таки надо бить штрафные. И штрафные на последних секундах. И все. А Свелл проиграл. Вот для меня прям запомнился он очень. Артем, ты какой матч выделишь? Потому что за две недели мы, по-моему, отработали больше 30 игр. В принципе. Макаби-Барселона, конечно. Тот матч, который как раз у меня и Максима Зубенко был. Шикарная игра, потому что очень много раз лидер менялся. Макаби лидировал в первой половине. И у Барселоны не было Яна Весила, не было Якубайтиса. И в моменте казалось, что с Наджи и Эрнанд Гомесом, которые еще и фалами наелись, они далеко не уедут. Но все-таки уехали. И там в концовочке один из трех штрафных забил про Витал, но Лоренцо Браун не решил. К сожалению, для Макаби. Смотрим турнирную таблицу и, опять же, восторгаем сериалом, который без поражений идет. Ну и вот так на два слайда у нас разделилось. Поскольку первый слайд, там где зона плей-офф, где лидеры. Ну и вот здесь место с 11. По 18. Внизу мы видим Альбу, которая теперь на 18 строчке. И всего лишь одна победа у немцев. В принципе, и Бавария тоже не блещет. Только ищет свою игру, хотя, казалось бы, и тренера именитого пригласили, и подписания были звездами. Почему? Немцы не блещут в Евролиге. Хотя в первых передачах мы восторгались, поскольку немцы вообще чемпионы мира, которые удивили всех и на Олимпиаду поедут в статусе фаворитов. Вот давайте посмотрим как раз, как играли в Евролиге. Играют игроки, которые с золотыми медалями приехали с чемпионата мира. Ну, Франц Вагнер, понятно, здесь выделяется. На самом деле сейчас это одна из главных надежд наряду с Банкера в Орландо. Все-таки, ну, он был наряду со Шрёдером лидером, один из лидеров той сборной. Интересно, что, да, вот Денис Шрёдер, его статистика тоже в новой команде. Но вот Андреас Хобст даже еще лучше цифры имеет. Слушайте, я прошу подчинения по цифрам, не будем говорить, потому что, во-первых, Хобст был травмирован, Бонго был травмирован, то есть они толком-то еще в сезон, по большому счету, не вошли. В том числе и поэтому команда не такая шикарная, как Реал, где мы, так говорили, там больше 12 человек, которые могут выходить, и каждый будет звездой, каждый может решать. Здесь все-таки достаточно ограниченное количество исполнителей, и когда такие выбивают, как Бонго, как Хобст, ну, команде сложно. Как вы думаете, имело место давление после чемпиата мира? Все-таки приехали, и действительно невероятный успех. Впервые в своей истории немцы стали чемпионом мира. В принципе, обыграть в полуфинале США это уже дорогого стоит, а тут еще и с золотыми медалями, понятно, к ним большое внимание, их награждали прямо на играх, но вот Бонго и Хобст хоть и показывают игру, но мало того, что устали, так еще и все-таки давят на них это золото. Мне кажется, что нисколько давление, сколько другой фактор здесь тоже имеет значение, это отсутствие опыта игры в Евролиге у многих новичков Баварии, в частности у Серджи и Бати, который тоже несколько матчей пропустил, у ставшего одним из основных игроков Сильвейна Франциско, который пришел все-таки, да, одного из лидеров сборной Франции, в том числе и на последнем Кубке мира, но он до этого играл только в Баскетбольной Лиге Чемпионов, играл за Дижон, плюс все-таки отмечаем не самый успешный первый сезон в Европе у Карсона Эдвардса, на которого здесь тоже очень рассчитывают, и пока он весьма нестабилен. Что с Альбой не так, Андрей, поскольку мы нашли какое-то оправдание для Асвелла, который там и Декало вроде слабоват, и тренера, наверное, был виноват, но Асвелл попер после прихода Джан-Марка Пацека, посмотрите, кстати, на эту фотографию, мы говорим, что с Альбой что-то не так, а с Альбой все так, посмотрите, с какими людьми, какие люди получают майки этого баскетбольного клуба немецкого, просто для тех, кто, например, не знает, да, как здесь вот эти все люди связаны, поскольку у Альбы есть большая экологическая программа, это большой концерн, и баскетбольный клуб в Китае имеет академию, здесь не только баскетбол, здесь еще и такая большая политика, экология, все замешано, но при этом на паркет никак не переносится Альба, одна победа пока, и абсолютно худший результат в Евролиге, Андрей, это был такой долгий вопрос мой, что не так с баскетбольной точки зрения? Спорт вне политики, слушайте, ну, немножко не получается. Немножко? Потом, знаешь, мне еще вот о чем-то, какая мысль в очередной раз пришла, мы вот впервые имеем возможность смотреть каждый матч Евролюб. Мы сейчас вот настолько в это погрузились, раньше же такого не было, и мы где-то, может быть, там предыдущие годы и не цепляли вот эти моменты, что вот, вот, и такое бывает, слушайте, ну, где-то чуть-чуть не везет, это, на мой взгляд, на мой взгляд, мне, конечно, немножко именно в команде не хватает вот какой-то организации. Периодически сбиваешь на какие-то броски, мне кажется, вот, рыба тухнет в данный момент с головы. Значит, тренер надо еще одного подсойка привести. Я соглашусь с Андреем, ведь Альба потеряла трех игроков задней линии, по сути, ключевых в межсезонье. Это Мау Долу, это Джолин Смит и Тамир Блад. И сейчас, как бы... Перебью себя, Андрей до сих пор думает, что Мау Долу играет за Альбу временами. Периодически, периодически эта мысль приходит. Да, и есть ощущение, что Стерлинг, Браун, не готов пока быть лидером этой команды. И Габриэля Прочидо, и Матео Спаньолу, как бы, более-менее, кажется, на бумаге такой очень неплохой выбор, но пока это себя вообще не оправдывает. Прочидо может стать тем X-фактором, который все-таки переродится как-то и станет вести за собой команду. Вопросы, я когда про голову, я все-таки больше про тренера, потому что, ну, прочидо очень перспективные. Опять же, Сергей Николаевич Параканов, мы это обсуждали. Пареньков перспективный. У него и понимание, и видение, опять же, все, делаем скидки на его молодость. И плюс физические кондиции, которые позволяют, ну, двухметровый, прыгучий, разыгрывающий, это очень здорово. И тут дальше вопрос только в команде, в тренере, насколько позволят ему разыграться, ну, и насколько получится. Не знаю, здесь, на мой взгляд, все-таки тут чуть-чуть тренера, я не говорю, что он плохой, неплохой, но такой же тоже бывает. Ну, команда не подошла, город, атмосфера. Не знаю, на мой взгляд, именно вот в организации, в составлении команды. Хотя, с другой стороны, может быть, как вопрос, вот если ему сейчас еще дадут, ну, пожалуйста, ну, еще одно, две, три, пять игр, и вдруг как сейчас начнут играть здорово. Артем всегда любит молодых игроков, талантливых, тем более, прочее, лидирует один из лидеров по перехватам в Евролиге. Я думаю, что он тебя должен расторгать. По всем критериям он должен быть твоим любимчиком. Ну, я в данном случае сказал, что не тянет, потому что мы говорим про результат здесь и сейчас. Но, действительно, он перспективен, и у него, ну, я не сомневаюсь, что у него большое будущее. Ну, по поводу Истреля Гонсалеса, то, что он действительно эту команду хорошо знает, в целом организацию, я, честно говоря, я не думаю, что его уволят. Вот так вот. Я не думаю, я думаю, что ему дадут шанс. И, к сожалению, Альби не впервые идти во второй половине таблицы. И нет, пожалуй, надежды, что они будут даже выше 15-го места. Как бы, ну и ладно. Нет, согласитесь, да, что когда ты смотришь фотографии, где два руководителя очень крупных экономических больших стран обмениваются майкой, командой, которая идет последней в турнирной таблице, как бы немножко непривычно. Все-таки обычно вручают майке тех команд, которые, ну, статусно вручаются. А здесь как будто бы все наоборот. Но, с другой стороны, работает и фактор их неудачного выступления в Бундеслиге в прошлом сезоне. Все-таки вспоминаем, что там они оказались весьма далеки, и они уступили Ульму как раз, и, в общем, многие команды в таблице выглядели не только лучше по результату, но и интереснее по содержанию игры, чем Альба. В общем, если в Китае смотрят баскетбол и Евролигу, в частности, а там смотрят баскетбол и Евролигу в частности, то, я думаю, могут появиться вопросы. Да, представляешь, руководитель коммунистической партии берет, ему вручили майку, он приходит, ему начинают составлять какие-то документы, ну, там спрашивают, что это. Это вообще кто это? Да, он смотрит, такой, турнирная таблица. Вы меня совсем не уважаете? Ну, это шутка, конечно, но... Любопытно, что мы ни разу не видели Альбу на, например, выставочных играх каких-то в Китае. Это, кстати, может быть. Насколько я прочитал в этом сезоне, лагерь уже работает, причем несколько сезонов, детский лагерь, когда игроки и тренеры Альбы приезжают в Китай, работают с молодыми китайскими игроками, ну, и вот такой обмен происходит. Здесь, опять же, политика, но тот факт, что Альба заходит на рынок азиатский, для европейского клуба очень удивительно, поскольку вот мы сейчас прониклись, поскольку Алексей Швед уехал в Китай, и мы для нас так... Как бы мы тоже заходим. Да, рынок тоже расширился, мы смотрим матчи, и как знать, может быть, Альба действительно там сыграет какую-то игру, но это все в будущем. Давайте дальше отправляться, отправляться, и у меня вопрос, собственно, мы вместе с нашим редактором Александром Еремиевым придумали для вас вопрос, вопрос шуточный, но в чем схожесть Джеймса Хардена и Милоша Теодосича? Вот они вдвоем, да, и если ответ у вас в бороде, то мы специально подобрали такую фотографию, что здесь у Теодосича нет бороды. Надо быстро очень ответить и не думать. Вот, второй цвет проще всего. У меня, у меня. Давай, давай. Они оба не защищаются. Хороший, хороший ответ в рамках шуточного. Конечно, причем оба могут защищаться, но иногда просто ленятся. Один в силу возраста, другой в силу, видимо, уже излишнего веса. Но давайте посмотрим вот на этот момент, и Теодосич здесь просто убирает Таната и забивает трех очков. Помните, что Джеймс Харден таким финтом укладывал на паркет не одного игрока в NBA, ну а здесь свой фирменный тоже бросок исполнил Теодосич. Ну, в данном случае действительно их можно назвать наверное похожим. Оба, кстати, играли в Клиперс, ну и с переменным успехом. Если Харден туда только пришел, то из Клиперс как раз в Евролигу Теодосич перебрался. Теодосич у нас ветеран. А кто тогда? Ну, конечно, нет. Но он же не вписан еще. Ну, тут вопрос, видимо... Открытый. Да, вопрос. Потому что как выпинали через две программы назад доколу, мне жалко его было. Ну, как мне кажется. А Теодосич еще что-то может. И доколу что-то может. Мне просто не кажется, их надо вписывать как Юя, но с другой стороны, это у Реала есть такая возможность Юя его выпускать на две минуты, решающий бросок сделать и снова присаживать. Вопрос о том, как вписывать ветеранов в свою игру для тренера, конечно, всегда очень сложный. Ну, и давайте послушаем нового главного тренера Цервена Звезды, Янис Феропулос. Он пришел тушить, по сути, пожар. Цервена Звезда горела тогда. И такое ощущение, что, по крайней мере, пока ему удается это делать. Главный тренер Цервены Звезды сейчас расскажет, как ему работается в новом клубе. Янис Феропулос – главный тренер Цервены Звезды. Он полтора года был без работы после увольнения из Макаби-Тель-Авив. А сейчас его задача – вывести команду в плей-офф. Не просто приходить в команду по ходу сезона. К счастью, у меня уже есть опыт того, как быстро подстроить игру команды, как донести всем свои мысли. С Олимпиакосом Сферопулос дважды проигрывал в финале Евролиги. Сейчас ему предстоит работать с обновленным составом белградцев. Я доверяю игрокам, которые у нас есть. У нас очень талантливый состав. Нам сейчас нужно наладить игру, нужно сконцентрировать всех, чтобы все четко следовали атакующему и оборонительному плану, чтобы каждый знал свою роль на паркете. Первым матчем Сферопулоса было белградское дерби, и я не суступил в нем. Но он остался верен своим методам работы. Моя команда должна играть надежно в защите, чтобы разбивать атакующие замыслы соперника и быстро переходить в атаку, чаще использовать открытые зоны. Все должны быть вовлечены в игру и быстро двигать мяч. Я очень рад, что мне доверили тренировать этот легендарный клуб. Срывена Звезда долгие годы была топом мирового баскетбола. Здесь работали великие тренеры, играли великие баскетболисты. Моя задача — вывести эту команду на максимальный уровень. И начнем мы прямо сейчас. Не знаю, сколько времени это займет, но мы все этого хотим. Это был Янис Феропулос, который руководит Сраввенной Звездой. Как оценим то, как начал ворвался в сезон греческий специалист. Удалось ему все-таки стабилизировать ситуацию? Или пока турнирное положение Цервенной Звезды говорит о том, что не все гладко? Знаешь, есть ощущение, что Звезда так на плаву держится, но периодически с головой под воду уходит. Нет, ну, пока пытается выкарабкаться. Я не вижу, чтобы он сделал что-то сверхъестественное. Еще какая мысль мелькнула по сравнению Цервенной Звезды и Альбы. Все-таки Звезды — это болельщики. И когда у клуба не идет, может быть, даже руководство и хотело бы оставить тренера, который говорит, сейчас все будет. Но оно не может оставить тренера, потому что не идет, и болельщики требуют, ну-ка, быстро что-то менять. И тренеры меняют. Альбы все-таки немножко попроще. Поэтому, может быть, там продолжает еще Гонзалес работать. Мы говорим о звездах обычно в командах. Кто главная звезда от Цервенной Звезды и кто может эту команду потянуть за собой? Вот кого мы можем выделить один, два, три именно в красно-белый форс? Сейчас как будто бы действительно это Милош Теодосич. Все-таки, возвращаясь к вопросу о провальном или не провальном старте Сферополоса, отмечу, что начал-то он с двух кряду игр с партизаном в Адриатической лиге и в Евролиге. Дважды уступил, но не каждому тренеру, прямо скажем, везет начинать с хороших соперников, легких, ну, относительно. Все-таки, в общем, не могу кого-то конкретно пока выделить. Все-таки травмированный Нейпьер получил травму в матче с Фенером. И Ягода Сантос тоже в некоторых матчах смотрелся весьма здорово. Но вот все равно, наверное, Тео именно по лидеру и старт Сферополоса я бы назвал пока действительно не выдающимся, но не плохим. То есть не провалился. Я так смотрю, ты за разыгрывающим как-то плотнее присматриваешь. Нет, во-первых, Гидрайти сможешь на себя взять. Потом все-таки лидер, если за площадкой, то, наверное, да, Тео. Если как он там себя ведет, как общается с игроками, я не знаю, чего-то там подсказывать или наоборот ругать. А если все-таки на площадке человек должен много времени проводить, Теодосич проводит больше, чем Юй, но все-таки тоже достаточно ограничено. У нас есть ответ. Да, есть ответ. Мы не вспомнили про еще одного замечательного баскетболиста, одного из лучших снайперов турнира, Немони Недович. Вот. Очень здорово смотрелся, причем мы вспоминаем, что Цервена уступила в некоторых встречах именно в концовках, в Барселоне на выезде, Олимпиакосу тоже в Греции и... А, и обыграла Фенер дома. То есть там вот действительно Недович был очень хорош. Опять же, один из тех, кто, может быть, и поможет подняться выше таблицы. Мне кажется, он должен помочь, но вот как-то мне не везет. Те матчи, которые я смотрю, он какой-то уж очень... Не стабильно Недович действительно выступает. Но про болельщиков, Андрей, давайте обоим вам вопрос задам. Кто главный болельщик Цервена-Звезды? Подсказка, это очень хороший друг Милаш Тадосич. Си Цзиньпинь. Нет, он болеет теперь за другую команду. Хороший друг Милаш Тадосич. Давай, я не буду. Раз нет быстрого ответа, это Новак Джокович и арена, когда он появляется на матче, она приветствует его невероятным образом. Надо ли говорить, что Джокович для любого серба сейчас это уже не спортсмен, а божество. И то, что он болеет за Цервена, конечно, это такой тоже. Икс-фактор. Поэтому, заканчивая тему о Цервене-Звезде, нужно такой хорошей ноте, тем более Джокович побеждает. Ну, может быть, и Цервена-Звезды в Норице. Может быть, он часть просто удачи у Цервена-Звезда забрал с собой. О Фенере давайте поговорим. Только что мы сказали, что Фенер проиграл Цервене, причем такой эмоциональный матч был. Вообще, так получилось, что команда Дмитрия Сайтудиса трижды ездила подряд в Белград и все матчи проиграл. Потом случилось и четвертое поражение, когда Этудиса выгнали с площадки. Он там кричал на суде, получил технический, получил второй. Но Фенер так или иначе проваливается и летит с верхней, с верхних строчек летит вниз и уже за зоной плей-офф. Что происходит с Фенер Бакчу? Абсолютный дисбаланс. То, что я вижу, плюс травмы Шанли, Гудерич, Калатес, Пьер. Вот эта четверка, я уже даже не вспоминаю про Рауле Нета, вот эта четверка во многом определяющая, к сожалению, те, кто в составе сейчас, то есть Мотли очень посредственно выглядел в предыдущих встречах. Он мог набрать свои 12-14 очков, но сделал очень много бросков и не был самим собой в защите. Плюс весьма неплохой старт Фенера был за счет успешной игры Папаяниса. Ты говорил, что у меня больше акцент на разыгрывающих, но нет, здесь наоборот... А мы считаем, Андрей просто считает его разыгрывающим. Нет, здесь как раз-таки Папаянис, все-таки, который показал свой универсализм, попадал с дистанции вначале, здесь абсолютно тоже себя не показал в предыдущих встречах, плюс, опять же, потеря этой четверки серьезно сказалось, но у Итудис есть ощущение, что перегорает. Есть ощущение? Есть. Ты знаешь, есть ощущение у Итудиса, даже по предыдущим его годам, вот пока все идет, все идет. Как только вдруг что-то ломается в механизме, который он придумал, у него вот то ли нет плана Б и С, то ли они неправильные, и как тут, когда снежный ком начинается, он у него не получает из этого снежного кома вылезти. Поэтому, ну и соответственно, от этого и нервничать еще больше начинает. И поэтому, мне кажется, тут ему надо как-то успокоиться, все это попробовать, поменять так, не знаю, съездить отдохнуть, посмотреть со стороны. То есть, после удаляться с игр, то можно, да, чуть больше отдыхать в той стране, в которой приехал. То есть, было ощущение, что, опять же, когда в ЦСКА он выступал, если там у команды 2-3 человека травмировано, не то, чтобы прям даже ключевых, ну то есть, не лидеров, а даже таких, все равно системных, но важных, и все равно команда, команда, у команды идет спа, то есть, нет такого, что она возвращается, ну то есть, остается на том же ритме, всегда идет какой-то спад, всегда идет какой-то спад, поэтому... Ну, давайте еще вспомним о том, что Финнер, так расписание для них сложилось, домашние матчи в начале сезона проводил, а вот сейчас 4 выезда подряд у них было, и плюс травмы, плюс нагрузки, плюс поражения, которые в этих матчах случались, видимо, как снежный ком, все это поехало, и с собой Дмитрица Итудиса тоже забрало, и в итоге главный тренер Финнера был удален, причем в таком эпизоде, да, там Тарних Шенгеля подталкивал, может быть, такой очень спорный эпизод, но при этом, да, получил технический, не стал останавливаться, и тут же просто выскочил на площадку, удалился, добавляет ли это как раз игрокам уверенности, поскольку тренер вроде должен быть как раз тем, кто холодный, держит голову, а тут, получается, первый, кто срулил зло в сложное время, это капитан. По-разному бывает, он же не первый раз уже так получается, что чуть раньше игру покидает, вот, поэтому, ну, ситуация, я вот тоже соглашусь, что ситуация к этому не располагала, я бы понял, если бы там его игроков обижали, он бы выскочил их защищать таким образом. Слушайте, я не знаю, что там, как и происходит и в какой-то степени, мне кажется, он просто, просто эмоции немножко перехлестнули. К сожалению, здорово иметь в штабе Стефана Седедеса, который имеет опыт работы главным тренером и на высоком уровне в том числе, поэтому неудивлен, я думаю, все тоже в штабе прекрасно понимают, что и Тудес не такое способен, и Тудес это неоднократно, к сожалению или к счастью. Дедес, я думаю, прописан в контракте, что придется там несколько матчей в роли главного провести. Вот, поэтому, а еще им на этой неделе предстоит играть с мадридским Реалом. И это будет, мягко говоря, непросто, и, скорее всего, Фенер может еще ниже упасть, но Реал начинает проигрывать и не в Евролиге, поскольку ноль мы видели в графе поражения, но во внутреннем чемпионате в сверхрезультативном матче у Никахи проиграли как там все было, поскольку весь матч Реал лидировал. Что случилось с Артемом, поскольку ты, по-моему, за этим матчем смотрел просто? Я бы сказал, что защита. 99 очков они пропустили, причем во второй половине прям дали лидерам у Никахи. А там действительно очень неплохая команда, которая все-таки... Как выяснилось? Да. Неожиданно оказалось. Нет, на самом деле, на самом деле, то есть у них тоже были как бы провалы, и в начале казалось, что всякое... Ну, то есть, вот мне, по первой четверти, ничего не располагает к тому, чтобы Реал уступил. Но защита не самая качественная была. На прошлых программах поднимался вопрос, когда Реал проиграет. Я думаю, если Реал кому-то и проиграет, то только испанской команде и чемпионат Испании, за которым есть возможность следить уже не первый год, вот именно этим славится, что последняя команда может либо бой дать, либо даже обыграть лидера. Это вот может быть одной единственной вспышкой, но это может быть. И поэтому, ну, лично я, например, совсем не удивлен, что Реал проиграл как раз в национальном чемпионате. Вот что получится в Евролиге, вот это будет. Да, в Евролиге как будто бы проще, хотя соперники... Ну, то есть соперники... Проще мотивации или что? Нет, как будто бы проще, чем на домашней арене, я имею в виду, чем во внутреннем чемпионате им пока играть. В том числе против Монако мы видели... То есть у них была домашняя игра против Фальба, у них было... Было еще несколько домашних игр из команды второй половины таблицы, а вот против Монако, как ни странно, все тоже... Вы, кстати, комментировали, по-моему, да, эту игру? Все получилось весьма... Ну, спокойненько. Там 18 разницы только в четвертый стало, они вели 30 по ходу матча. Да, очень уверенно, причем Реал на этой неделе, кстати, будет играть двойную неделю, единственная команда, у которой два матча запланировано, против Макаби играют 28-го и с Фенером играют после. Вот, может быть, это фактор, который за Дмитрия Саитудиса сыграет в итоге. Но давайте остановимся на ветеране. На ветеране Цервен-Звезды мы уже как раз останавливались, но вот еще один ветеран и тоже с приставкой звездный. Это Серкио Юль, который, посмотрите, подбирается, взбирается на гору лучших ассистентов в истории Евролиги, ну и впереди сплошь звезды. Что скажем о Серкио Юлье? Слушай, ну там и позади тоже звезды, но по-моему, Юль уже про себя все сказал, а если о нем не знает, может быть, только тот, кто только начал интересоваться баскетболом. Поэтому, во-первых, человек, такое ощущение, что в баскетболе это уже лет 150, а он не самый старый. Как выяснилось, Руди Фернандес на два года старше Юль, между прочим. И при этом... Серки Родригес, да. Фернандес-то еще бегает, Родригес бегает, Юль же выходит, все-таки травмы его мучают. Но ту красоту, которую он делал, слушай, делает. Делает, но по красоте я хочу сказать, что Итеодосич там тоже не особенно-то уступает. Так что тут вопрос только в количестве сыгранных матчей. Удастся или Юль дальше уже переплюнуть кого-либо, или там его кто-то уже переплюет. Ну там Слукас впереди, причем разница в районе 200 передач, и Слукас все-таки тоже сейчас перешел в Пау, там является одним из лидеров. Плюс Калатес, хоть тоже мучается от травм, но все равно один из ведущих. Ну вот насчет Юя есть ощущение, что да, это ветеран, но свою роль он к этой роли уже в ней адаптировался и шикарно исполняет. У меня было все время ощущение, что Серхио Люлька игрок, который на атаку прежде всего заточен. Все вспоминаем даже в этом сезоне невероятное попадание, когда куда-то в космос запускается мяч, и он прям прямиком в кольцо отправляется. Оказывается, он вообще организатор атак, а не тот человек, который завершает их. Для вас он снайпер или все-таки человек, который на первом номере, на номере плеймейкера играет? Я думал, ты так перетечешь на защиту. Защитой тоже у него все в порядке, ну то есть учитывая травму, учитывая возраст, он и в защите любит включиться. Не каждая звезда, не каждый молодой игрок так упирается в защите. И за мячами отправляется в первый, второй ряд, улетает. Андрей Владимирович, вы за ветеранов у нас отвечаете в программе. Я поэтому хотел опять туда макнуть далеко-далеко в Джордана, когда он тоже говорил про решающие мячи. Слушайте, ну мало кто знает, что я в лучшую пятерку защищающихся, вхожу периодически каждый год. Не, ну Юй, когда мы говорим о Юй, это надо понимать, кто это уже, звезда какой величины. И надо понимать, да, что роль ему в команде выделена, но не там, не так, как ты, а Дойсичу выходи, давай, тяни за собой вот этот ВОЗ, из 12, 11, 10 игроков. Юй выходит конкретно, ему надо на атаку, он вышел, забил, все, сел, выиграли чемпионат какую-нибудь, медаль какую-нибудь завоевали. На защиту, пускай кто-то другой защищается. Вот, поэтому, ну, и в организации, в том числе, когда есть Юй, он сразу на себя отвлекает внимание. Все понимают, что он выходит прежде всего для броска. Ему уже отсюда проще делать в том числе какие-то передачи, потому что он стягивает на себя игроков. Но трешки в потолок его, это как-то фантастико, настоящий космос, и именно оттуда эти трешки отправляются в кольцо. Что ж, закончим с Реалом и перейдем к новой, по-прежнему новой рубрике. Это тактический разбор. Евгений Сорокин, тренер профессионального баскетбольного клуба МБА, выбрал лучшие моменты, лучшие для разбора, для анализа и как раз расскажет о том, о внутренностях этих моментов. Тактический разбор с Евгением Сорокином давайте посмотрим. Сегодня мы разберем игру двух новичков Барселоны. Это Джабари Паркер и Эрнан Гомес. Оба игрока с большим опытом выступления в Национальной баскетбольной ассоциации и коротко поговорим о том, как происходит их интеграция в баскетбол Евролиги. Начнем с Джабари Паркера. Объединяет этих двух игроков очень интересный момент. Их максимальная эффективность в этом сезоне Евролиги это броски на последних секундах атаки. Паркер провел 9 лет в НБА, он воспитанник университета Дьюк, Эрнан Гомес провел 7 сезонов в НБА, воспитанник мадридского Реала и что интересно, играя на самом высоком европейском уровне в Чемпионате Евролиги эти игроки максимально эффективны в бросках на последних секундах. Не в быстром прорыве, не в очках второго шанса, не в игре на пик-н-ролле, не в игре лоу-пост, а именно в тех взаимодействиях, когда на счетчике осталось минимум времени. И к этому добавим еще такую интересную информацию и Паркер, и Эрнан Гамес. Также второй и третий их пункт эффективности это специальные ситуации, то есть это вынос из-за лицевой и вынос из-за боковой линии и атаки в ситуациях после таймаута. Что еще раз подтверждает такую мысль. В максимально важные, максимально ответственные минуты на площадке эти игроки показывают свою лучшую эффективность в этом сезоне как в данном эпизоде с Джабари Паркером этот игрок в последние секунды владения обратите внимание на счет 58-51 до конца атаки 3-6 то есть это игрок который уже не того уровня чтобы в последние секунды где-то отстояться либо потерять фокус потерять концентрацию это его кат на последних секундах атаки он с максимальной энергией врывается в зону и просит передачу в следующем эпизоде мы также можем найти подтверждение этих слов когда игрок показывает свою лучшую эффективность броском на последних секундах атаки обратим внимание тоже это последняя минута встречи Барселоны Цервена Звезда 3 очка разницы и снова тяжелейший бросок за секунду буквально до окончания атаки Джабари Паркер выпускает мяч из рук и разберем еще один эпизод с Арнан Гомесом чем он интересен этот игрок также показывает высочайший уровень эффективности в так называемых ATO ситуациях ситуациях после таймаута и человек который много лет провел за океаном много лет играл в лучшей лиге мира так же как и Джабари Паркер что его здесь отличает это большинство ситуаций в которых он отмечается забитыми очками происходит после таймаута в которых тренер рисует комбинацию специально под него то есть чаще всего это ситуация кросс-скрин когда маленький заслон маленький когда маленький игрок ставит ему заслон Эрнан Гомес открывается в своих комфортных позициях получает мяч и начинается его игра один на один либо спиной к кольцу либо он разворачивается и уже лицом атакует самое главное это исключительная исполнительность игрока тренерских установок тренер берет таймаут объясняет задачу рисует взаимодействие специально под него то есть это не только ситуации после классических таймаутов внутри четвертей но это начало четвертей начало половин когда опять же повторюсь есть мини собрание игроков тренерского штаба и игрок получает четкую роль четкое задание и вот что Эрнан Гомес что Джабари Паркер они объединены такими исключительно положительными качествами для настоящих профессионалов они в решающие моменты матча в решающие моменты матча и атаки они максимально активны максимально сконцентрированы сфокусированы и в ситуациях выносов из-за боковых из-за лицевых специальных ситуациях они выполняют свою задачу максимально эффективно это был Евгений Сорокин который разобрал игру Джабари Паркера и Эрнан Гомеса вот так мы немножко забываем да восторгаемся Реалом смотрим вниз турнирной таблицы в подвал даже заглянули сегодня прям на самое дно но как-то Барселона вот на своем втором месте она как будто бы немножко в тени сейчас выступление Реала и то что два новичка которые уже полноценно интегрировались и Паркер и Эрнан Гомес которые здорово играют и тащат Барселону мы немножко как будто бы забываем но при этом Барса здорово идет по сезону причем и в чемпионате и в Евролиге поэтому действительно мы обделяем я ошибаюсь или вы со мной согласны ну вот как раз комментировав последние встречи у Барселоны против Маккаби могу сказать что Вилья Эрнан Гомеса тоже довелось увидеть в разных ролях например в том же Эль Классику где был Ян веселый тогда у Эрнан Гомеса чуть лучше шла игра то есть Вилья Эрнан Гомес впервые по-моему в сезоне вышел в старте именно с Маккаби и как стартовый центровой сразу нахватался фаллов он ограничен все-таки в своих функциях но способен быть лидером вот так глаза Андрея Беляева немножко везде это ограничено но потому что он не разыгрывает ну не растягивает не бросает но как классический да согласен тогда нет то что он без хорошей трешки стабильный и среднего броска я сравнил с Яном весело естественно хорошо все-таки они отмазался получается да по позиции да и без веселы вот у Барсона были проблемы с фолами Эрнан Гомес нахватался Наджи нахватался и концовку пришлось Грималу играть с Дасиловой на пятом номере в целом получилось неплохо все-таки они отзащались тогда против Риверо он даже не выпустил катаж Джошенибо хотя тут здорово начал но касательно Вилли я все-таки отмечу что в системе когда есть ну то есть когда есть весело Эрнан Гомес готов показывать наиболее эффективную игру что по Джабаре Паркеру он вот уж человек который вообще в Европе не играл и тут же довольно быстро за 10 туров становится важным элементом в механизме Барселоны вот я бы хотел сначала во-первых откатиться к тому что мы Барселону обделяем обделяем потому что не можем себе позволить сидеть чуть больше трех часов разговаривать об этом и может быть пару раз в неделю поэтому приходится говорить только о чем-то такое что прям совсем сливки во-вторых мне посчастливилось посмотреть матч Барселона Баскония кто такой Барри Паркер а ты нарываешься на те матчи где Барселона проваливается с треском да но во-первых люди которые приходят за Зимба прежде всего это конечно физика это умение обыгрывать один на один поэтому Гаримао просто великолепно это использует и то что у нас сейчас был разбор что они после каких-то тайм-аутов выходят и делают я думаю там просто плюс еще и потому что все очень просто делаем розыгрыш ты здесь получаешь мяч обыгрываешь один на один и эпизод как раз был когда тот Джернан Гомес обыгрывал оставаясь один на один ему оставляли всю правую сторону а Паркер он молодец он не так габаритен как Джоэль Пара хотя чувствуется что у него там поиск безопасности уже нарастает но при этом опыт да и решает вопросы рост и опять же тут тоже надо смотреть сразу команду кто у него в союзниках в товарищах кто может ему помочь кто может отвлечь внимание ему самому же уже Джабари Паркеру будет проще обыгрывать когда у тебя здесь Эрнан Гомес и кто-то еще там по периметру три человека бегают которым тоже от них отходить нельзя вот а насчет Джабари Паркера добавлю что опять же он из Дьюка то есть он выходил даже на драфт в статусе одного из главных проспектов своего года но травмы помешали ему закрепиться в NBA и опять же мы видим в Европе по сути того самого Джабари Паркера летающего бросающего издали активно играющего неплохие минуты того кого хотели многие болельщики ну такого Паркера увидеть за океаном но ряд факторов не позволил и здесь он действительно готов стать пока не является звездой но готов стать ей вот уже в ближайшее время это было наше мнение о Джабари Паркере давайте послушаем что сам игрок Барселоны который первый сезон в Европе выступает говорит о себе у нас есть специальный сюжет о Джабари Паркере баскетбол больше чем НБА это глобальная вещь после девяти лет в НБА Джабари Паркер который был выбран вторым на драфте 2014 года приехал в Барселону за новым вызовом я еще в детстве смотрел Олимпийские игры видел такие команды как сборная Испании Аргентины и я знал что на каком-то этапе моей карьеры я бы хотел сыграть на таком уровне на самом высоком уровне в баскетболе мне нравится Евролига это очень конкурентная лига ребята здесь умеют играть и что очень важно тут великолепная атмосфера освоиться в Евролиге Джабари Паркеру помог его хороший знакомый из НБА я и раньше играл с Томашем Сатаранске мы были вместе в Вашингтоне он отличный парень и очень хороший игрок и если он приехал играть в Барселону то почему бы и мне не сделать этого лучше всего что он хочет учиться чему-то новому ему нравится в Европе ему нравится Испания и Барселона и он хочет адаптироваться чтобы показывать тут свой лучший баскетбол мне кажется это самый правильный настрой хочу делать то что у меня лучше всего получается использовать свою силу ведь я атлетичный игрок но самое главное побеждать если команда побеждает значит ты все делаешь правильно Паркер уже показал что он может быть важнейшим элементом нападения Барселоны он набирает в среднем 10 очков за игру а против Цервены забросил 20 НБА и Евролига это как ночь и день это напоминает мне о том как в колледже я играл в Европе каждая игра очень важна и каждая игра может как заставить поверить в себя так и сломать и в такой ситуации почти все соперники становятся серьезнее у нас есть противостояние с Реалом но помимо этого еще куча важных матчей настолько здесь все серьезно мне кажется ему все комфортнее с каждым матчем хотя он по-прежнему привыкает и пытается понять как действовать эффективнее и приносить больше пользы мне все давалось не просто так многие считают что я просто заработал кучу денег из ничего но я родился в гетто на юге Чикаго оттуда не просто пробиться я очень ценю что мне это удалось так что я получаю огромное удовольствие от баскетбола и сейчас в Европе я счастлив это был Джабари Паркер который счастлив в Европе ну а мы счастливы тому что Джабари Паркер о том что Таранский вообще такая звездная Барселона играет в Евролиге на втором месте ну вот так мы немножко вывели из тени Реала еще одну испанскую команду давайте здесь и поставим точку в нашем обсуждении сезона Евролиги он продолжается впереди у нас неделя там по одному матчу клубы сыграют потом двойная неделя ну и Еврокубок продолжается вот турнирная таблица и группа А здесь Париж лидирует но Бешикташ к нему подбирается и Артем давай я знаю что ты внимательно за Еврокубком пристально наблюдаешь удивило ли тебя что-то в группах поскольку лидеры пока свои места не теряют мне по-прежнему удивляется Девита хотя в последнем матче они здорово вроде бы против Лондон Лайонс играли ну то есть Шленск не сильно удивляет вот Турк Телеком ты с конца по-прежнему я смотрю потому что наверху ничего особо не поменялось и в принципе нет такого что я прям удивился если спросить телезрителей знают ли они откуда клуб Клужинопока я думаю мало кто скажет откуда меня это удивляет да но мы об этом клубе обязательно поговорим и в чемпионат Румынии обязательно заглянем и в другие чемпионаты но у нас на очереди наверное тот новичком не назвать вообще европейского баскетбола но это Вулкс из Вильнюса и очень ярко они о себе заявили что мы знаем например давайте поговорим об этой литовской команде ну во первых что она литовская все что литовская там крепшинис знак качества сразу да это все горцы борются значит все литовцы играют в баскетбол это во первых во вторых там Кастутис Кямзура да руководит этим творческим коллективом вот поэтому это сразу уже значит может быть не самый большой бюджет но абсолютно точно будут играть неплохо это как минимум ну и я считаю когда вот эта эстетика 90-х прошла когда команда назывались Бизоны вот на мой взгляд назвать команду Вулс это тоже определенная смелость посчастливилось скомментировать одну из встреч их в Еврокубке и опять же там причем литовцы высокого качества тот же самый Юшкевич тот же самый Шукавич помним да по нашему чемпионату вот легионеры которые все-таки опять же для не самого большого бюджета обладают неплохим качеством и видно что Кастутис Кимзура их строил в систему вот опять же этот клуб ему всего несколько лет поэтому как бы здорово когда у тебя клубу там меньше 10 лет но он уже выступает в Еврокубке и выступает очень достойно и борется за в общем топ 4 сейчас Вулс на 5 месте если я не ошибаюсь борется за место повыше Волки из Вильнюса ну и Данил Кузнецов опять же знакомит нас с Вулс теперь команда из Еврокубка и он погрузился в тему Данил Кузнецов о этой литовской команде что если я вам скажу что можно за полтора года навести шума в европейском баскетболе и привлечь в свой состав бывших игроков НБА и Евролиги не верите? тогда я сегодня вас в этом смогу переубедить наше путешествие по командам Еврокапа продолжается мы уже были в романтичном Париже прокатились на метро Лондона до Коппербокса а сегодня самое время телепортироваться в географический центр Европы Литву а именно в столицу Вильнюс встречайте команда Вулс кстати клуб получил название Волки в честь мифического железного Волка и легенды об основании нынешней столицы Литвы согласно легенде князю Гедемину приснился огромный железный волк стоящий на вершине холма и воющий так же сильно и громко как сотни волков проснувшись князь попросил языческого жреца истолковать сон священник сказал ему что на этом месте нужно построить город который станет столицей литовских земель поэтому Гедемин построил город и дал ему имя Вильнюс от течения реки Вильня тем не менее часть литовского баскетбольного сообщества относится к клубу достаточно скептически из-за того что коллектив попал в высшую лигу по денежному а не игровому принципу и правда денег в проекте достаточно владеет клубом баскетбол холдинг компани компания которая ставит во главу угла работу с фан-движением клубов и даже дает им возможность принятия решения в клубе разговаривая про деньги стоит взглянуть только на логово волков ей стала авиасолюшенс групп арена которая является второй по величине арены в Литве вмещает она 10 тысяч зрителей к примеру в коллективе есть выступавший 7 лет за реал и выигравший в его составе Евролигу сезона 17-18 Джеффери Тейлорс вкупе с талантливыми литовскими игроками в клубе присутствует мощный костяк вулфс играют в баскетбольной лиге Литвы пока команда не приобрела там успеха но прошу заметить что сейчас всего лишь второй сезон существования коллектива в прошлом сезоне на родине волки вышли в плей-офф но не смогли пройти первую стадию на европейской арене литовские волки заняли второе место в европейской северной баскетбольной лиге эта лига основана в 21-м году для клубов северной, центральной и восточной Европы 17 августа 2023 года к инвесторам клуба вулфс присоединился действующий игрок НБА Йонас Воланчунац очень здорово что в Литве появился клуб в деятельности которого много нестандартных решений и действий я верю, что этот новый и интригующий баскетбольный проект будет иметь долгую жизнь мне нравится стремление организации быть космополитичной видение работы с молодежью поэтому я желаю волкам успехов и усердной работы потому что только упорным трудом и приложением больших усилий можно достичь своих целей отныне я буду очень внимательно следить за деятельностью клуба постараюсь помочь ему расти и двигаться вперед капитан мужской сборной Литвы вошел в состав десяти литовских и зарубежных инвесторов президент самого литовского коллектива выразил признательность и надежду на то что последний сезон в карьере Йонас проведет именно в сутболке Вулфс интригующее будущее у этого клуба из столицы Литвы кто знает может в ближайшем будущем мы с вами увидим крепкую европейскую баскетбольную машину с американским подходом и европейской реализацией а следить за Вулфс и другими клубами Еврокапа вы можете в Око Спорт Да, на Око Спорт можно подписаться и смотреть все матчи Евролигии Еврокубка причем не только в прямом эфире но и в записи ну и Данилу Куденцову отдельное спасибо мы говорим о том что познакомил не только нас но и всех наших зрителей с довольно новой молодой командой причем амбициозной не скрывают в Литве что хотят играть в Евролигии и уже делают нестандартное решение прописались одна из прописок теперь в Дубае и вроде как домашнюю арену тоже там хотят себя заиметь и сыграть хотя бы несколько матчей но посмотрим это все слухи которыми земля полнится а у нас тест небольшой баскетбольный мы с главным нашим человеком и который сейчас не присутствует с нами Александром Еремиевым подготовили простой одновременно но и очень сложный тест вам нужно узнать кто это на экране давайте вы можете выступать в одной команде сейчас Артем Салтыков и Андрей Беляев Данстон Брайан Данстон так очень тихо но действительно это так вы угадываете все сложнее и сложнее будут вопросы поверьте Лучич Владимир Лучич так так все по-прежнему немножко неуверенно но правильно едем дальше сейчас сейчас вам будут попадаться игроки из Еврокубка ну Сулейман да Соломон да это Рашид Соломон из Вулса который мы только что смотрели сюжет смотрите-ка без осечек идите этого молодого человека и уже не молодого вы должны знать в России играл сейчас попадает в разные ситуации раз два и три это Гидемин Сарелик из Литкабельса который выигрывает матчи на последних секундах ну и один из лидеров литовского клуба еще одного в Еврокубке давайте дальше кто все эти люди хотел бы я сказать что это Броно Кабокло играл в прошлом году под 50-м нет это не он но это лидер по подборам боскопбольного клуба Ульм это Тревен Уильямс да ну и финальный вопрос нашего короткого Блица это MVP финала прошло вообще это лучший игрок финала прошлого Еврокубка его зовут Джон а фамилия его Шурна да собственно ну неплохое выступление на самом деле спасибо Марат честно говоря мы были оценку когда давали я думаю что два из шести прогнозировал я но вы выступили гораздо лучше это был Баскет Олка программа которая говорит о лучших матчах баскетбольных естественно в старом свете ну и продолжается сезон и сезон продолжается с комментариями Андрея Беляева Артема Салтыкова ну и Марат Расланов тоже с вами баскетбольных